Всем привет, с вами Варган74, меня зовут Максим Томонов, а это значит, что речь сегодня пойдет о варганах. И сегодняшний выпуск я бы хотел посвятить именно русскому варгану, потому что на сегодняшний день русский варган проживает свое возрождение. Это связано с большим количеством мастеров и большим количеством довольно хороших инструментов, некоторые из которых по своему качеству звука и качеству исполнения претендуют на звание произведения искусства. И вот как раз о таком варгане сегодня пойдет речь. У меня в руках совершенно чудеснейший варган одного русского мастера, широко известного в узких кругах. Знатоки, конечно же, узнали его руку. Особенность этого варгана в том, что он тотемный, то есть сделанный по моему индивидуальному дизайну, сделанный в единственном экземпляре. Я сам разработал дизайн накладки, сам поставил мастеру задачу, какой нужен звук, и около года, может даже больше, ждал, пока мастер закончит свою работу. И вот сегодня с радостью и с трепетом я демонстрирую этот варган вам. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это технологии изготовления варгана. Как вы видите, это литье из цветного металла, предположительно латунь. И, что примечательно, здесь все стадии производства, от изготовления восковки, на которую тоже ушло много времени, и много заготовок ушло в брак, насколько я знаю, до последнего, заключительного этапа настройки, все выполнено вручную и сделано на ювелирном уровне. Все это в совокупности дает просто космический звук, о котором чуть позже. Вот. Что мне нравится в этом варгане, так это внешний вид корпуса. Обратите внимание, он совершенно уникален. Я не видел аналогов ни среди якутских инструментов, ни среди каких-либо других. Корпус имеет вот такую причудливую форму, и при этом совершенно эргономичную форму, такой капли широкой у кольца и максимально узкой у дек. При этом в том месте, где условное кольцо переходит в деки, вот здесь, мы наблюдаем такое расширение. Такой корпус очень удобно лежит в руке. Я пробовал разные виды хвата. Вот такой европейский, якутский хват, как у хамусов, и вот мой любимый хват, когда мы создаем такой резонатор. Все очень удобно. Удобно еще и потому, что корпус литой и имеет довольно массивную раму и довольно большой вес. То есть в руке он ощущается так же тяжело, как кованый хамус. И это, во-первых, создает жесткость рамы и более четкую такую настройку. Во-вторых, это очень удобно лежит в руке, правда, как в литой. И, в-третьих, масса корпуса в данном случае полностью поглощает вот эти негативные вибрации от язычка, которые передаются в зубы, в челюсть, и у вас копится напряжение. Так вот, здесь в данном случае рама все это забирает в себя. И вы можете полностью сосредоточиться именно на звуке и на процессе игры. Далее, далее, далее. Язычок. Язычок здесь имеет форму такую же, как язычки у мелодических варганов. То есть здесь конусность довольно небольшая. Язычок достаточно узкий у основания и совсем-совсем узенький у загиба. И вот эта разница, она идет очень-очень плавно. Такая геометрия язычка обеспечивает также очень чистый звук, без каких-либо там жужжаний, треска, призвуков и так далее. Мастера, учитесь. Далее, следующий момент. Загиб коленца. Ну, во-первых, надо отдать должное, что коленца здесь очень-очень маленькая. Здесь всего каких-то полтора сантиметра. При этом, сейчас наведу резкость. Обратите ваше внимание, какая интересная форма у коленца. Она образует такую красивую восьмерочку. И вот эта плоскость касания пальца и плоскость загиба язычка, они лежат на одной линии. Это создает дополнительную жесткость конструкции. И при ударе вот эта коленца не вибрирует и не создает шума. Что очень важно, например, при мелодической игре. Еще один немаловажный нюанс. Незаметный, но очень-очень важный. Видите вот здесь эту капельку из цветного металла? Это момент настройки язычка. Точно в ноту. А во-вторых, она здесь заполированная и максимально гладкая, как стекло. Поэтому палец в процессе игры скользит о язычок. Не цепляет его и не создает вот этого шелеста. Все это вы услышите. Далее. От таких объективных физических качеств давайте перейдем непосредственно к дизайну. И почему я называю этот хамус тотемный? Как вы знаете, я очень люблю варганы с историей и с определенным подтекстом. Потому что для меня варган это далеко не только музыкальный инструмент, это нечто большее. Так вот, в данном случае у этого варгана есть такая накладка. Она, во-первых, очень эстетическая, да, очень красивая. Во-вторых, это удобство ваших пальцев дополнительное, прихвате варганов. Третьих, сюда можно поместить любой дизайн, наделить его совершенно любым значением. И я поместил сюда жука-скоробея. Почему именно жук-скоробей? Ну, во-первых, это такой очень известный символ египетской мифологии. Такой же известный, как, например, египетские пирамиды или сфинкс. Но в отличие от мифического сфинкса, у жука-скоробея есть реально существующий прообраз в природе. Это маленькие пустынные жуки-скоробеи, которые откладывают свое потомство в шарики, а потом катят их с востока на запад, повторяя направление солнца. Египтяне, которые поклонялись солнцу, как и многие люди древности, они заметили это обыкновение. И с тех пор изображение жука-скоробея можно встретить на всех предметах египетской материальной культуры. На папирусах среди иероглифической письменности, на египетских фресках, на украшениях, даже статуи-скоробея. Потому что для египтян скоробей это символ солнца и символ жизни, в том числе вечной жизни после смерти. В данном случае жук-скоробей украшен инкрустацией. Здесь такой очень красивый, изящный кабошон из камня сердолик. Сердолик это очень известный минерал, очень красивый, он так приятно играет на свету. И его часто используют в качестве украшения, в качестве амулета. Одно из ключевых свойств сердолика, как считается, он помогает человеку концентрировать мысли, и концентрировать внимание. Так вот теперь, в чем же смысл этого тотемного варгана? Я считаю, что варган со скоробеем и сердоликом, во-первых, дает человеку вот эту творческую, созидательную энергию солнца, а во-вторых, позволяет максимально концентрировать свое внимание и свои мысли на этом процессе, на процессе творчества. Что очень важно для каждого варганиста, если вы хотите играть осознанно и играть музыку. Что ж, от такого маленького экскурса в египетскую мифологию давайте перейдем непосредственно к звуку варгана, ведь лучше один раз услышать. Итак, моя импровизация на варгане с коробей. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Невозможно остановиться! Добро пожаловать на наш канал! 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 Первое, что хочу отметить! Добро пожаловать на наш канал! 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 Звучание Следующий момент Это заточка язычка И дек Она здесь просто ювелирная Если отогнуть язычок и посмотреть на деки То можно Заметить, что они тоже Заточены Я не знаю, как мастер это сделал Это просто какая-то магия Латунь очень мягкий материал И добиться вот этой Четкой остроты дек На протяжении всей рабочей части Но это ювелирная Задача действительно Второй момент, язычок заточен С двух сторон, как бритвочка И вот эта плоскость Заточки дек Совершенно Тонкая грань Она абсолютно параллельна С вот этой тонкой гранью язычка И это дает совершенно чистый Обертонистый мелодичный звук Этот варган Мелодический На нем можно и нужно играть Именно мелодии То есть четко выстраивать их по нотам И звук инструмента Будет четко следовать Каждому сокращению ваших мышц Это очень важно Если ты исполняешь мелодии На таком концертном уровне Поэтому данный варган Я бы позиционировал Как инструмент для профессионалов Как инструмент концертный При этом с такой претензией На универсальность Потому что играть на нем можно В разных стилях Я попробовал по якутски По европейски Пальцевым боем И варган прекрасно себя вел Во всех этих трех стилях Есть один нюанс Варган этот сделан На ювелирном уровне И он требует такого же Ювелирного и внимательного Отношения к бою Ваш удар должен быть Максимально точный Максимально скользящий Этот инструмент не прощает ошибок И если по нему резко вдаривать Он обязательно будет цокать адеки Поэтому вот с такими инструментами Будьте внимательны Относитесь к ним Как к вашим хорошим дорогим друзьям Чтобы не дай бог не сломать И не повредить язычок Далее Далее, далее, далее Непосредственно по звуку Этот инструмент настроен в ноту ми Здесь есть гравировочка Настроен он совершенно четко Совершенно точно Прям вот До каких-то мельчайших десятых там долей И он выдает такие же точные чистые обертоны Поэтому если вы хотите себе профессиональный инструмент Обратите внимание вот на этот варган И сейчас у меня для вас маленькое объявление Я продаю этот чудесный хамус Да, вот так, скрипя сердце Расстаюсь с этим инструментом Не потому, что он плох И не потому, что он мне не нравится А потому, что сейчас мне важнее Получить определенные материальные средства И вложить их в свой творческий проект Какой? Я пока не скажу Сохраню интригу Следите за моим каналом И вы обязательно узнаете о моих творческих планах И моих творческих делах Я бы хотел, чтобы этот инструмент Высочайшего качества И высочайшего уровня изготовления Достался самому достойному Поэтому и цена на него будет соответствующая Узнать, как его приобрести Можно будет по ссылке в описании Либо связаться со мной по WhatsApp Контакты тоже будут в описании Цена на Варган будет соответствующая Если будет много желающих его приобрести Я устрою акцион Чтобы выявить самого достойного А на сегодня все С вами был Варган74 Меня зовут Максим Томонов Ставьте палец вверх под видео Подписывайтесь на мой инстаграм канал Там скоро будут фотографии этого красавца Играйте на хороших Варганах Играйте внимательно, вдумчиво, осознанно Берегите себя До встречи в эфире Всем пока!